Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, в 9.30 по московскому времени мы разбираем события минувшего торгового дня, как они отразились на динамике торгов, на настроениях трейдеров, ну и, конечно же, анализируем те события, которые еще значатся в повестке календаря. Сегодня, кстати, денек у нас довольно насыщен, поскольку сегодня мы будем разбирать, как я традиционно люблю повторять, репетицию перед Non-Farm Parallels, это отчет от EDP, частная оценка того, сколько в прошлом месяце американская экономика создала новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. По поводу того, коррелируют ниже собой эти отчеты, вопросов, конечно же, много, дискуссий тоже, но я хочу добавить от себя, друзья, то, что если мы сегодня увидим хорошие цифры, согласитесь, это будет дополнительным стимулом для нас дождаться Non-Farm Parallels заранее с приподнятым настроением, в расчете также увидите хорошие цифры. Все это упирается в одну долгосрочную идею, которая транслируется лично мной уже долгое время, это идея покупки американской валюты. И вот так уж сложилось. Благодаря Трампу в этом году мы действительно вместе с долларом добились хороших результатов. Мы продолжаем зарабатывать в этом инструменте с, опять же, тем трендом растущим, который развивается. Но даже текущий рост – это все равно только начало. В свете, опять же, тех ожиданий, которые имеют место быть, которые знакомы для многих, это ожидания сохранения Федрезервом жесткой монетарной политики, предполагающей более высокие темпы повышения процентных ставок. Ну, раз уж мы перешли к содержанию календаря, помимо отчета EDP, сегодня, прежде всего, на что мы должны будем обратить внимание, это на отчет по активности в сфере услуг Англии в 11.30 по московскому времени, собственно, выйдет этот релиз. Статистика очень важная, потому что сфера услуг для английской экономики генерирует практически 80% экономического роста. Мы уже разобрали с вами производственный сектор, мы уже проанализировали строительство. И эти отчеты с начала недели оказывали самое прямое и, в принципе, однозначное воздействие на курсы британцев. Если сегодня сфера услуга, собственно, разочарует, я думаю, что именно так оно и будет, британская валюта окажется под еще большим давлением. Хотя, как и всегда, в отношении фунта у нас есть политический фон, связанный с Брекзитом. И я сегодня, друзья, к вам с новостями по этому поводу, по этому фону мы, собственно, об этом еще поговорим. В 17.00 по московскому времени сфера услуг по активности ждет нас от оценки АСМ уже по штатам. Логика такая же, как и в отношении британской экономики. Для развитых рынков сфера услуга – это большой генератор экономического роста. Поэтому сфера услуг по штатам тоже довольно важный релиз, который должен усилить наше с вами восприятие о силе американской экономики. В 17.30 нас ждут запасы нефти в США. И в 23.00 очередное выступление Джерома Павлова. Все-таки не имется ему. Так уж сложилось, насыщенно у него выдалась неделя по своим предконференциям. Ну, хотя, друзья, по риторике все уже понятно. Мы и вчера, собственно, могли понаблюдать и послушать, что говорит Джером Павлов. Не сильно отличалась его риторика от той, что мы слышали на прошлой неделе после заседания американского регулятора. Я и сегодня не жду каких-либо сюрпризов от него. Но важно то, что его комментарии лишь предполагают сохранение нашего с вами подхода, который связан с ожиданиями роста процентных ставок. И здесь в целом ничего не меняется. Ну, теперь давайте подробнее. Как и всегда, начнем с нефти. В 84.31 закрытие торговой сессии вторника. В 84.90 сейчас. Важно, что мы отошли от сопротивления в 85 долларов за баррель. Хотя, если разбираться с локальным новостным фондом, чтобы можно было объяснить вот эту коррекцию, то отмечу, что никаких новостных событий, собственно, и не было. То есть, рынок скорректировался, может быть, опять же, на осознании того, что пора уже сдувать нефтянку, которая продолжает развивать ралли. Вот обычая, стремительная, добравшись уже до уровней, соответствующих многолетним максимумам уровней, которые, ну, вряд ли можно было бы прогнозировать по достижению так быстро. Ранее котировки нефти росли на всем известном фундаментальном фоне и обстоятельствах якобы нехватки предложения на рынке из-за санкций США против Ирана. Что будет с нефтью дальше? Большой вопрос, который интересует всех и меня тоже. Мне хочется увидеть отдачу и технических факторов, которые сигнализируют о перекупленности. Мне хочется, чтобы на рынке появился фундамент четкий, однозначный по осуждениям, по выводам, который должен обвалить курсы и вернуть котировки бренда ниже 80 долларов за баррель. Но все-таки отмечу, что дальнейшая динамика будет полностью зависеть от того, насколько быстро трейдеры осознают, что опасения и якобы угроза дефицита предложения, она не такая уж и серьезная. И мировому предложению, в принципе, ничего не угрожает из-за увеличивавшихся объемов добычи в России, в Штатах и в рамках стран ОПЕК. Вот, кстати, сегодня мы с вами как раз и будем ждать статистику по запасам нефти и по объему нефти добычи. Важный релиз, считайте, что это потенциальный, фундаментальный катализатор, который может стать причиной разворота цен на нефть. Почему я говорю про эту статистику таким образом? Потому что у нас уже сложилось с вами ожидание такой сезонной тенденции, когда многие нефтеперерабатывающие заводы в Штатах закрыты на техническое обслуживание. Это априори приводит к накоплению запасов, а рост запасов – это причина распродажи нефти. Я сегодня также, помимо увеличения запасов, делаю ставку на рост нефтедобычи, ну или, по крайней мере, сохранение его на высоких значениях. По прогнозам запасы могут вырасти на 2,76 миллиона баррелей. Это довольно много. В частности, вчера оценка от Американского института нефти сообщила и дала нам понять, что запасы действительно выросли, но корреляция здесь тоже далеко не стопроцентная. В принципе, так же, как и корреляция между отсчетами SDP и Non-Farm Parals. Поэтому, стоит ли полагаться на статистику API и в связи с этим делать выводы о том, какие могут быть официальные данные? Ну, это вам решать. Я считаю, что какая-то степень связи все-таки между ними есть. На прошлой неделе, кстати, API сначала сообщили о росте запасов, и потом, собственно, официальные данные поддержали эти цифры. Сегодня ситуация может повториться. Поэтому на данные по запасам я делаю очень большую ставку. Считаю, что именно они могут стать вот этим фактором для распродаж нефти, потому что продавцы сейчас крайне заинтересованы, замотивированы в том, чтобы нефть уже, конечно же, сдули с текущих позиций. 65-50 рубль мы видим, как российская валюта активно реагирует сейчас на все, что происходит с нефтянкой. При этом, я думаю, что вы наверняка заметили, что рост нефти по мере близости поддержки 65 уже не способствует укреплению рубля. А вот небольшие откаты даже в формате полутора долларов, которые мы видели в ходе торговой сессии вторника, уже стал причиной девальвации больше, чем на 50 копеек. Поэтому, наверное, излишний комментарий о том, что дальше также все будет зависеть от нефтянки. И ожидая все-таки снижения стоимости углеводородов, мы ожидаем очередной виток такого жесткого прессинга в отношении рубля. И я думаю, что всем понятна логика поведения российской валюты и реакции на нефть, потому что сырьевая экономика, которая является российской экономикой, создала такие условия. Может быть, искусственные манипуляции курсом в зависимости от того, что происходит со стоимостью углеводородов. Насчет рубля я не питаю каких-либо ложных, оптимистичных иллюзий о том, что рубль стремительно набирает высоту, потому что есть какие-то внутренние факторы. Достаточно самим, собственно, покопаться в фундаменте, связанном с рублем и российской экономикой. Вы лично убедитесь в том, что базы для большего укрепления, собственно, и нет. И даже высокие цены на нефть в случае, если котировки продолжат расти выше 85 долларов за баррель, уже вряд ли будут сказываться на росте рубля, потому что вступает уже в игру механизмы бюджетного правила достаточности поступления доходов от нефтегазового сектора в бюджет в соответствии с рублевой стоимостью барреля нефти. Математика здесь говорит о том, что ниже 65 рубль вряд ли пропустят, и российские денежные власти будут всячески сопротивляться тому, чтобы рубль оказался более дорогим, нежели чем около текущих значений. Долг японская иена. В очередная попытка протестировать сопротивление 114 не увенчалась пока успехом. Рынок взял паузу. Мы допускали коррекцию, именно она произошла сейчас в котировке 113.64, примерно в диапазоне 113.30-113.50. Я вижу хороший уровень для покупки. Друзья, можете, опять же, либо увеличивать свою торговую позицию, либо для тех, кто не торгует, все-таки проявить активность на этих значениях, потому что у доллара только один горизонт для дальнейших движений. Это горизонт, который предполагает ему ход на большие высоты. Я думаю, что 115 мы действительно сможем очень скоро достигнуть. На чем растет доллар? Во-первых, это наследие заседания Федрезерва, когда американский регулятор подтвердил готовность дальнейшего повышения ставок. Очень много было отмечено позитивных моментов на рынке в целом американском. Мы ждем в эту пятницу non-farm perils, которые должны поддержать, собственно, доллар. Но сначала они, конечно же, поддерживают доходность американских трежерис, а уже облигации должны будут привести к укреплению курса доллара. Мы говорим про контраст политик, тоже еще более очевидный сейчас в свете уже поднятой процентной ставки между Федрезервом и Банком Японии. Мы также еще можем касаться и темы, связанной с достижением прогресса и достижением соглашения между Штатами и Канадой. Почему эта тема тоже должна быть в плоскости, собственно, нашего внимания? Потому что, на мой взгляд, соглашение трехстороннее Мексика, Канада и США, оно имеет большое значение для рынка, потому что это первый за многие месяцы сигнал того, что Штаты действительно готовы к открытым конструктивным переговорам и действительно могут на каких-то компромиссных условиях договариваться, подписывая соглашения, в которые многие не верили. Ну, я так пытаюсь выйти на будущий политический такой позитив. Возможно, через какое-то время этот позитив начнет транслироваться и на отношения США к Китаю. И кто знает, может быть, все-таки удастся преодолеть вот этот кризис торговых отношений, и, в конце концов, свернуть торговую войну, которая была развернута Штатами несколько месяцев назад. В общем, ситуация с Канадой и соглашение – это явный сигнал снижения геополитических рисков, которые в данном случае для доллара также являются поддержкой против евро, потому что в противном случае японская валюта пользовалась бы большим спросом. Евро против доллара, друзья, сразу сделка с Эллимит с отметки 1.1640. Это на тот случай, если европейская валюта еще немного подрастет. Здесь имеет значение лишь то, с каких уровней продать евро. При этом продавать европейскую валюту нужно. Мы видим, что происходит, опять же, в плане политики. В еврозоне очень неприятная для многих сейчас тема политического характера связаны отношения между Европейским Союзом и Италией. После того, как Италия приняла проект дефицита бюджета, который существенно вышел за дозволенные рамки и жесткие нормативные требования Европейского Союза. 2,4% дефицита бюджета от ВВП, это очень много. Это фактически в три раза больше, чем должны были согласовать, но в итоге Италия остается у себя на уме. И важный, собственно, вчера комментарий от главы бюджетного комитета, который весьма однозначно делал заявление о том, что Италия могла бы с большим успехом сейчас решить большую часть финансовых проблем, с которыми она столкнулась и сейчас работает, если бы у них была своя валюта. Разве это не дополнительный тревожный звоночек в пользу того, что мы можем еще говорить, пусть вероятность этого не так высока, о том, что Италия действительно может также выйти из состава Европейского Союза. Пока что то, что происходит в Италии, то, что уже случилось по факту принятого дефицита бюджета, то, что у нас есть по монетарной политике в свете сниженных данных по базовой инфляции, то, что у нас есть по факту роста доллара. Лишь повторяю, друзья, нужно евро продавать. Желаю вам удачи в поисках хороших уровней. Я стараюсь дать значения, которые, на мой взгляд, являются перспективными для продаж, но тенденция в целом остается медвежьей. Мы ждем пару в районе 1.15. Фунт против доллара лоу вчерашнего дня 1.2940 и еще одна торговая сессия, тире доказательства того, как быстро может валиться фунт в случае негативных новостей по Брекзиту. Вчера состоялась традиционная конференция консервативной партии. Это партия, лидером которой является Тереза Мэй. Тереза Мэй с свойственным ей красноречием отчитывалась о том, на каком этапе сейчас переговор, о том, что она планирует делать дальше, какие рычаги, инструменты задействовать с переговорчиками Европейского Союза. И вся эта речь, друзья, была свистана среди ее, собственно, однопартийцев. Это явный тоже сигнал того, что Тереза Мэй не учат и доверяют. Это еще одна проблема, с которой, возможно, придется работать уже совсем скоро, или уже сейчас это проблема недоверия со стороны ближайших, собственно, представителей сформированной консервативной политической элиты. Ну, я думаю, что такое же недовольство может зреть уже и среди рядовых граждан, потому что Тереза Мэй обещала, скажем так, быструю победу в переговорах с Европейским Союзом, однако ВОЗ и ныне там. Соглашений нету, и я уже не раз говорил и повторяю, друзья, то, что мы, наверное, уже можем смириться с тем, что процесс дальнейших переговоров, и, в конце концов, сценарий того, что произойдет с Англией дальше, будет уже развиваться по типу жесткого абрейзера. Поэтому по фунту я лишь рекомендую вам, как и раньше, ставить на продажи. Мы, собственно, активно снижаемся. По, опять же, ожиданиям ориентированной отметки 1.25-1.26, я думаю, что мы доберемся до этой планки. Доллар канадец 1.28-1.18 сейчас, очень мощная поддержка 1.28, прям держится она, посмотрите, на таймфреймах меньше, чем дневка, упирается курс в этот уровень, и покупателям доллару удается перехватить инициативу. Но в то же время все-таки соперничать с позитивом, который связан с соглашением по новому трехстороннему альянсу торговому Мексико-США и Канаде, соперничать с дорогой нефтью, которая, в целом, нам, взгляд, еще не до конца отразилась на стоимости канадца, и соперничать с перспективой повышения процентных ставок в Канаде будет очень трудно. Я думаю, что трейдеры сейчас затаились, ожидая каких-то неприятных сигналов со стороны США, то есть отчетов, которые могут разочаровать, то есть это позволит покупателям канадца навалиться, опять же, на курсы, продавить планку 1.28, либо уже трейдеры ждут пятничные данные по рынку труда Канады, чтобы еще раз убедиться в том, что ставки неминуемо будут повышаться. Ну, я считаю, что пробой поддержки 1.28 – это вопрос даже не ближайших дней, друзья, а ближайших часов, и чем быстрее мы это сделаем, тем ближе будем к цели 1.25. По Австралии снижаемся 0.7176, цель 0.70. Говорили мы про итоги последнего заседания Резервного банка Австралии, очень неоднозначные они, ну, они однозначные в плане того, что Резервный банк Австралии снова сделал акцент на важность сохранения мягкой экономической политики, но очень много было вопросов к отдельным заявлениям, поскольку Резервный банк Австралии, с одной стороны, прогнозирует какой-то буст невероятный для роста заработных плат, и при этом довольно пессимистично смотрит на состояние рынка труда, и прогнозы по снижению безработицы оставляют желать лучшего, такой диссонанс, согласитесь, есть. Повышать ставки когда будут? По мнению Резервного банка Австралии, скорее всего, в 2020 году. Представляете, как долго, друзья. До этих пор много воды еще течет, я думаю, что Австралийц не раз окажется под серьезным давлением, нам много пока не надо, нам нужно сейчас 176 пунктов отбить, чтобы подобраться к цели 0.70. По Новозеландску мы развернулись с вами, снова продаем и ждем от цели 0.65, 0.75, 0.75 пунктов остается до этого ориентира. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, хорошей вам торговой сессии, не забывайте контролировать риски, это очень важно. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. До скорых встреч! Продолжение следует...